Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи такой долгожданной весны. Семидневный праздник радости и его традиции нашли отражение в мероприятии, организованном в Теоретическом лицее города Флорешт имени Антона Чехова. Ребята, давайте Масленицу встречать! Добро пожаловать в Масленице! Масленица примечательно широкими гуляниями – это танцы, пение, катание на санях, потешные бои и игры. Масленица примечательно широкими гуляниями – это танцы, пение, катание на санях, потешные бои и игры. Основным угощением и символом Масленица являются блины. Традиция печь блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам, ведь именно бога солнца Ярила призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин так похож на летнее солнце. Девочки, с чем блины у вас сегодня? У нас сегодня свежие, сгущенки разные есть. Что вы приготовили для сегодняшнего праздника? Сегодня мы приготовили блинчики, торт, всякие эти, вафли приготовили, все как бы свое. Все своими руками приготовлено? Своими руками, да. В этот день на огромном костре сжигают соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Его устанавливают в центре и прощаются с ним шутками, песнями и танцами. Ругают зиму за морозы и зимний голод и благодарят за веселые зимние забавы. После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Масленица, это подготовительная неделя к Великому посту, посвящена в христианском смысле одной цели. Примирение с ближними и прощению обид. Прости, пожалуйста, меня за то, что я сделала тебе плохое. Как вы обнимались, да? Да. Вот так. Прости меня. Меня тоже... К Людмиле Федоровне мы подошли и извинились к нашей учительнице. Ну, не хотим, чтобы она нам ставила двойки. Ну, как-то так. Мы в первом классе хотим быть хорошими. Да. Друг друга просили прощения. Это самое главное. Просить друг друга прощения, чтобы в дальнейшем не было обид. Для чего это делают? Это делают для того, чтобы следующий весь год прошел без горя, без бед. Чтобы у людей была чистая душа. Чтобы у них камень упал с души по поводу того, что они сделали кому-то что-то плохое, обидели кого-то. С днями Масленицы связано много шуток и прибауток. На горах покататься, в блинах поваляться. Не житье, а масленица. Не все коту масленица. Не все масленица, скоро и пост придет. Прощание с масленицей завершается в первый день Великого поста «Чистый понедельник», который считают днем очищения от греха и скоромной пищи. История традиций и культуры русского народа – школьный предмет, изучаемый в русском лицее. Можно сказать, что тему Масленицы учащиеся реализовали в практическом мероприятии. Очень трудно нам преподавать историю, культуру и традиции русского народа, так как нет учебников, нет никакой наглядности. Но мы стараемся энтузиазмом своих учителей, своих родителей, своих учеников путем вот таких вот фольклорных праздников познакомить и наших родителей, и наших учеников с традициями, с праздниками, с щедростью русской души. Мы хотим, чтобы в этот праздник все радовались весне, чтобы был этот праздник гостеприимства, праздник любви, весны и хороших надежд. В теоретическом лице имени Антона Чехова города Флорешт вот уже восьмой год отмечают фольклорный праздник Масленицу.